Детская неврология Это самый частый коморбидный синдром у больных с двигательными расстройствами и на первом году жизни. Я обратился с большой просьбой, чтобы материалы по срыву, ремиссию больных с серебральным параличом были предоставлены из Московской областной психоневрологической больницы и Московского областного клиникодиагностического центра города Матище, что относится к Департаменту здравоохранения области Московской. И вот даже возьмем распространенность у больных с серебральным параличом эпилепсии, это треть детей. А если возьмем тяжелые формы, даже больше, чем треть. Обнаружена, конечно, и связь эпилепсии, тяжести, двигательных расстройств. Вот мы видим исследование, что наиболее частые когнитивные расстройства еще сопутствуют. То есть двигательные, когнитивные и еще эпилепсии, особенно если это двухсторонние повреждения мозга. В связи эпилепсии как продолжение, вот мы видим с вами результаты исследования эпилепсии. 11% детей с пластической гемиплегией, 25% с дискинетическим церебральным параличом. Опять же, дети с эпилепсией, когнитивное нарушение, уровень двигательных расстройств возрастает. Это четвертый и пятый от всех пациентов и наблюдается как раз практически у 70% пациентов. Дебют до 5 лет, 90% случаев. А 5 лет, если вспомнить кривые развития по GMFFC, детей уровней развития, 5 лет – это максимум проводимых революционных мероприятий и максимум этапов набора двигательных навыков. То есть, как бы так можно сказать, революционное окно, нейро-революционное окно – это первые 5 лет жизни ребенка. Поэтому и стараются, чем больше различных вмешательств. Потому что родители надеются, что ребенок пойдет в детское учреждение, потом и в школу. Поэтому принимаются самые максимальные воздействия. Тем не менее, вот задержки развития при эпилепсии 80%, если сочетается и двигательное нарушение эпилепсии. Какие формы эпилепсии? Ну, как правило, это структурные и неуточненные формы. Ну, по старой классификации, генерализованные и фокальные эпилепсии. Какие риски? Ну, во-первых, это низкий вес при рождении, соответственно, это недоношенные и дети с экстремально низкой массой тела. Наличие неонатальных судорог и судороги больше, чем один день в неонатальном периоде. Что наблюдают у таких пациентов, это и фокальные судороги, эпилептический статус, ВЭС-синдром, Ленокса-Гастой-синдром. Это как раз характеристики синдрома эпилептических энцефалопатей. Подбор терапия отмечает в своем исследовании про тип хосихни, что при раннем назначении, вот в ее наблюдениях, хороший эффект, ранний приступ и эффект до 100%. Конечно, когда спазмы эпилептические миоклония, процент меньше, но все равно цифра уникальна, 67%. При гемиопорезах всегда риск повтора судорог, ну потому что если гемиопорез, как правило, это имеет место структурный дефект. И вот получается, что если взять семиотику приступов от неонатальных до фокальных, и клонических, и тонических, и абсанция, то есть вся эпилептическая семиотика, которая имеется на сегодняшний день. Раздел взяли двойную гемиплигию и посмотрели, какие чаще бывают приступы. Ну вот мы видим здесь при двойной гемиплигии и гениализованные тоникоклонические, и фокальные, и миоклония. То есть такая же семиотика, как и в группе с нормальным развитием. Вот наше наблюдение двигательных расстройств при синдроме Веста было следующее, что при синдроме Веста встречается как и двойная гемиплигия, как и гемия, так и парапорез. И даже вот дистония. Сочетаются судороги часто с нарушением зрения, притом не только периферическим, но и центральным. Поэтому всем детям с двигательными расстройствами первого года жизни обязательно надо проходить окулисто. Если возникают вопросы при нормальном глазном дне, нормальном цвете зрительного нерва, он взор не фиксирует, три месяца и позже надо смотреть центральные зрительные вызванные потенциалы. Этот метод исследования позволяет говорить о центральном повреждении зрительного анализатора. И мы видим из половины детей, то есть практически у четверти детей двигательными расстройствами синдрома Веста, то есть судорогами первого года жизни в виде инфантильных спазмов, обнаружено центральное зрительное расстройство. Наши данные показывают, что высокий риск эпилепсии у больных с двигательными расстройствами на первом году и на первые три года жизни. Это соответственно церебральный паралич, выставляется уже диагноз после года. Это семейный анамнез с эпилепсией, на натальные судороги, нарушение развития и центральное зрительное нарушение, то есть офтальмологическая симптоматика, пороки и дисгинезии мозга. И здесь, как лечится эпилепсия, конечно, согласно принципам лечения. Начинаем с моно, не подходит терапия, добавляем препараты, комбинируем по всем, как говорится, эпилептологическим требованиям, рекомендациям. Ребилитация, как выбирать метод? Все-таки выбирается с учетом ремиссии. Многие ребилитологи пришли к выводу из двух назначенных учреждений, которые я озвучил. Исходя из базового уровня приступа, если раз в год или раз в полгода ребенка возьмут, а если еженедельные, конечно, этого ребенка на курс лечения брать не будут. Надо выделять группу риска эпилепсии у больных с двигательными нарушениями и к ним подбирать методы. Например, вот группа 50 больных с серебральным параличом ремиссия у 9 за 2 года наблюдения. Значит, если в ремиссии начинается проводиться терапия. Какие предикторы срыва? Опять же, этого нам взят слойка. Плаценты на натальной судороге, недоношность и шкала Абгар меньше 5 баллов. То есть ребенок перенес гипоксическую и шимическую энцефалопатию или перинатальный инсульт. Пороки мозга, мультиочаговое повреждение. Тяжелые эпилептологические признаки на ЭГЭ это паттерны гипсоритмии, фокальная генерализованная активность, реагионарное замедление биоритмов мозга. То есть, по идее, эпилептолог должен тщательно посмотреть данные ЭГЭ и базовый уровень приступов и свое заключение изложить. Насколько высокий риск при реабилитации, при каких метрах, по идее, должен быть реабилитолог, который знает и эпилепсию в том числе. В последние годы в Россию пришли препараты, несколько слов хочу сказать, которые могут заменить стандартно применяющие гамм кирогического действия, которые применяются в основном в альпараатах. Ну, например, описано на альпараатах при длительном хроническом применении развитие желудочно-кишечных расстройств. Это и запоры, и генгивиты. И тогда надо переходить на другие препараты. И хочется сказать, что с 2013 года были зарегистрированы препараты, как бы их называют, новейшего поколения. Это перампанел, руфинамид и занисамид в России. Перампанел является неконкурентным антагонистом рецепторов MPI, который, в общем-то, отвечает за проведение кальция в клетку. И это как бы один из препаратов с новым механизмом действия, который раньше не использовался в эпилептологии. То есть, если срыв ремиссии у больных с церебральным параличом, целесообразно подумать о смене и вольппаратов на эту терапию. Препараты Навилон или Руфинамид, которые применяются у больных с синдромом Ленокса ГАСТО с тяжелым течением, мультифокальная эпилепсия, в России зарегистрированы уже с 2019 года и с 12 месяцев. К вопросу, что да, в России появились новые препараты и целесообразно на них переводить больных, если неэффективная исходная терапия. Потому что чем больше ремиссии, тем больше ребенок получит реабилитационных мероприятий. Также вот и занисамид можно использовать в составе дополнительной терапии у детей с 6 лет. Течение при эпилепсии не такое уж, как бы сказать, перспективное. Ну вот, например, работа на 163 детях с церебральным параличом, доказанное повреждение мозга по нейровизуализации, по МРТ. В анамнезе и неонатальные, и фибрильные судороги. У четырех вы видите только синдром Веста, но с ремиссией. И вот посмотрим. Мы говорили в свое время, что детская эпилептология – это наличие доброкачественных форм. У взрослых таких вариантов нет. Это особенность чисто детской эпилептологии. И оказывается, не только у больных с нормальным развитием, но и у больных с церебральным параличом была диагностирована доброкачественная форма детской затылочной эпилепсии и эпилепсии с центротемпоральными спайками. 80% ремиссии после двух лет лечения. Довольно высокие показатели из всей группы. Возраст средний. Мы видим наблюдение. Проводили терапию с первых лет до 12,7. Больные с церебральным параличом самые сложные в порядке отмене препаратов. Потому что в одной из последних статей по рекомендациям по отмене антиконвульсантов, которая разработана итальянскими эпилептологами, есть такой тезис, что при наличии структурных повреждений мозга и эпилептических признаков на электроэнцефалограмме эпилептической активности отменять препараты не рекомендуется. И получается больной с церебральным параличом заложник антиконвульсантов на всю жизнь. Но нет. Мы видим на данном примере, на данном исследовании наличие доброкачественных форм эпилепсии позволяет отменять препараты. Исходы и течения работы последней, 19-го года, что 45% с церебральным параличом и эпилепсией достигли ремиссии за 8 лет наблюдения. С применением и без применения противоэпилептических препаратов. И на ремиссию повлияли факторы, связанные с общим уровнем передвижения. То есть уровень двигательных расстройств. Исходы и отмена антиконвульсантов у больных с эпилепсией. Средний возраст отмены, по данной работе, 16 лет. После 11 лет терапии. При стандартных вариантов от 3 до 5 лет лечения. То есть здесь самые длительные сроки. И, например, из 72 больных, где была возможна отмена, у 10 больных при нормальном УГ без рецидива. То есть правила, конечно, работают. Как и у больных с эпилепсией. В том числе лучше отменять у больных с церебральным параличом при структурном дефекте препараты при нормализации показателей. Ну вот посмотрите последний тезис, что без рецидива все формы, кроме двойной гемиплегеи. Двойная гемиплегея самая тяжелая в плане прогноза по рецидиву. Вот еще одни результаты. 34 пациента у нас достигли ремиссии в среднем возрасте 11 лет и максимальный возраст 16 лет. Как и ожидалось, и получилось МРТ без патологии. И формы церебрального паралича, кроме двойной гемиплегеи. И вот показатель, что, видите, чем больше длительный сестаж, тем больше возрастает прогноз ремиссии. Время лечит. Дискинетический церебральный паралич, когнитивные функции, эпилепсия. Такая полная статья, что мы из ней видим. Что больные с гиперкинезами, дискинезами, есть такая форма дискинетического церебрального паралича, показали худшие результаты, чем в контрольной группе. По всем когнитивным показателям, кроме вербальной памяти. То есть тут эпилепсия была доказана связана с интеллектом, зрительно-пространственной способностью, зрительной памятью, пониманием, грамматики и обучением. В этом направлении целесообразно работать с дефектологом. Данные предоставлены областной психоневрологической больнице. Причины провокации судорог при церебральном параличе, по их мнению, специалистов. Мало того, что их, конечно, отбирали, что с базовым уровнем приступа мы в ремиссии проводили лечение, или с редкими приступами. Тем не менее, все-таки 2% от 296 больных срыва и ремиссии были во время госпитализации. И, в общем-то, от 32 больных взяли, где был церебральный паралич и эпилепсия. Именно эта конкретная группа составила 18% за определенный ввод. То есть, ожидаемость, получается, риск приступов на реабилитацию больных с ремиссией, мы можем выделить по данной группе, это 18%. Авторы материала пришли к выводу, что это может быть нейротрофики, то есть и препараты, которые идут в инъекциях, укол как провоцирующий фактор, использование различных нулотропов, здесь они раскрываются, электро-иглорефлексотерапия, опять же, это укол, болевое воздействие, пропроцептивный раздражитель. Электро- и магнито-лечение. Ну, в общем, зная такую информацию, целесообразно больных с церебральным параличом эпилепсия, эти методы, наверное, не использовать. Больше упорно к кинезотерапию и когнитивные методики, включая occupation-терапию. И вот еще результаты реабилитации ребенка с церебральным параличом, с эпилепсией, возможно, предложили через 6 месяцев при отсутствии приступов. Что использовать вот для этой группы? Лечебная гимнастика, ортопедические укладки, гидро- и кинезотерапия, занятия на тренажерах, тепловые процедуры, занятия с логопедами, занятия по системе Монте-Сори, массаж, но вот коллеги наши, нейро-ребилитологи, пишут с осторожностью, с осторожностью, то есть без резких воздействий, пропорецептивных раздражений. Что не вызывает вопросов, конечно, на фоне лечения реабилитации проводить противосудорожные препараты, ботулинотерапия, не противопоказана, группа антиоксидантов, но это вопрос дискутабельный. Если биофосфаты, которые как профилактика остеопороза, антиоксиданты, ну в общем, как биодобавки, наверное, возможно и полезны. Из большой группы пациентов Московского областного клиника диагностического центра реабилитация проводилась как бы субклинической реактивностью, то есть детям с ремиссией по приступам на антиконгульсантной терапии. И выбрали такую фазу все-таки три месяца. Вроде бы два центра в области, как бы должны иметь общую тактику. Но так как рекомендаций на сегодняшний день нет, каждый коллектив выбирает для себя эту веху, насколько знают пациентов, исходя из базового уровня приступов. Как правило, они оседают в одних и тех же центрах, наблюдаются, и врачи знают, как дети реагируют на определенные стимулирующие мероприятия. Но вот здесь описали только рецидив у одного ребенка при левостороннем гемипарезе, такой синдром фокальной эпилепсии со структурными очагами на нейровизуализации с доброкачественными эпилептическими феноменами детства, был связан с нарушением режима приема препаратов. А у остальных, как бы, детей срыва ремесей не было. Тут был большой упор на кинезотерапию, войта и богбот, ортеизирование, кинезиотепирование и различные позиционные методики, отработка, отработка, я так понимаю, и таких методов, методов и самообслуживание в том числе. Три месяца отсутствия приступов и эпиактивности по ЕГЭ или через шесть месяцев после экупирования приступов, вот пришли авторы заключения, присоединения и магнитотерапии, и электропроцедур. Вот как бы, все это решается довольно индивидуально. А как индивидуально, если нет рекомендаций? Поэтому проблема церебрального паралича и эпилепсии, безусловно, очень важная. Мы увидели, все-таки, три-шесть месяцев надо выдерживать. Все зависит от базового уровня приступов и наличия на ЕГЭ эпилептических сигналов. Но самое худшее, мы видели показатели у больных с двойной гемиплигия, при наличии гипсоритмия, на участках, когда на ЕГЭ за 20 минут довольно часто, за каждые там 10-20 секунд имеются эпилептические разряды, имеются вот эти эпизоды замедления ритмов, то есть тоже косвенно рассматривается как эпилептические проявления. И лишний раз проконсультироваться, конечно, с эпилептологом, чтобы не было срыва ремиссии, оно, ну вот, приходим к выводу, это имеет очень важное значение. Спасибо вам за внимание. Ждем ваших откликов. Какие еще проблемы нам нужно озвучить на стыке реабилитации и церебрального паралича. Спасибо за внимание. И профессиональных успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова